первое что мне приходит на ум я перехожу в меню home то есть в наш стандартный пункт меню то есть я полагаю что это на главной странице должно выводиться такие вот с иконочками категории я пробую сделать выбрать появляется у нас в типах пунктах меню диджей классы field с большим списком всевозможных пунктов меню которые можно вывести и первое что приходит мне на ум это дерево категорий если я выбираю сохраняюсь идем на сайт обновляемся мы что-то видим да уже что то есть но далеко от того что мы с вами видим в демо то есть на самом деле я ошибся это не тот способ как это у нас выведено на демо примере да это тоже вариант это тоже нас переводит уже в какую-то категорию где еще нет ни одного объявления но это все не то соответственно я здесь возвращаю по умолчанию у нас материалы избранные материалы возвращая как было сохранить закрыть на самом деле здесь используется специальный модуль который идет в составе компонента диджей объявления переходим с вами расширение модули мы видим кучу разных модулей которые мы будем с вами рассматривать позднее вот данный модуль который стоит в демо примере диджей класса field категорий заходим в него сразу его включаем заголовок скрываем как-то заголовок то есть для себя можете переименовать его все равно на сайте отображаться не будет и как понять как вывести модуль в той или иной позиции сайта если вы не знаете информация для новичков на данном этапе давайте сохраним и закроем и я покажу как смотреть позиции для начала нужно перейти в шаблоны далее переходим настройки здесь вот нажимаем на кнопку включить и сохранить и закрыть это нужно для того чтобы мы могли просматривать позиции модульные позиции нашего шаблона переходим на страницу нашего сайта я обновлю сейчас страницу видим ничего у нас нет и важный момент к адресной строке подписываем слэш вопрос т.п. английские знак равенства и единица и нажимаем enter это переменная позволяет нам просмотреть все модульные позиции нас интересует вот эта верхняя шапка по сути вот эта вот серая подложка и все модульные позиции они тут расписаны по названием то есть вот позиция х это один которая нам в принципе подойдет и действительно прям в этой позиции на демо примере у нас установлен данный модуль я специально смотрел поэтому мы возвращаемся с вами в модуле возвращаемся с вами в наш модуль диджей категории и вот позиция вот здесь вот как раз таки во первых вот заголовок шаблона без 3 это шаблон джума по умолчанию и ниже под ним идут его позиции нам это не нужно мы в этом списке находим джи м айкс это наш шаблон и под ним вот они все модульные позиции и ищем необходимую модульную позицию их тут достаточно много и вот он хедер один выбираем ее здесь настройки пока не смотрим привязка к пункту меню только на указанных страницах и пока у нас только главная страница создана больше страниц нет дальше вы сможете на любых страницах отображать или хоть на всех данный модуль и по настройкам на вкладке модуль сортировка оставляем как есть тип сортировки также можно выбрать столбцы если хотите как в демо ставьте 4 там у нас 4 столбца уровень дерева категории здесь можете подсказки почитать я выбираю один показать для всех устройств изображение в древе категорий но я выставлю один далее тип первого уровня ссылки категории с описанием оставляем ссылки тип последнего уровня вертикальный список плоский список разделенной запятой выбираю я родительские категории все категории далее нажимаем сохранить пройдем на сайт из адресной строки уберите переменную и нажмите enter у нас в принципе что-то уже похожее но еще далеко до идеала если мы с вами сравним с нашим вариантом то что-то не хватает а все такое отображение говорит о том что у нас не были выставлены настройки размеры изображения изначально это конечно нужно было сделать самом начале так что если вы только смотрите и сразу не повторяйте за мной то вы избежите лишь лишних телодвижений смотрите что сделать нужно сперва прежде чем загрузить изображение в категорию вам нужно перейти диджей классы fields перейти настройки перейти изображение и здесь найти ширина изображения категории и высота изображения категории если вы берете иконки такого же размера вы хотите чтобы это выглядело как в демо примере то выставляете 46 ширина высота 46 нажимаете сохранить при этом у вас вот здесь ничего не изменится здесь нужно будет все изображение перезагрузить как это сделать быстро прям из категории вы переходите в категорию заходите например велосипеды переходите изображение ставите сначала галочку выберите чтобы удалить нажимаете сохранить переходите опять изображение данное изображение мы удалили выбрать и просто заново загружаем нужную иконку сохранить все иконка перри сохранилась обновляемся почисти кэш браузера горячими клавишами control плюс f5 чтобы изменению видеть вот я две категории сохранил ведь иконки выглядят как надо вот сельскохозяйство и велосипеды абсолютно также по аналогии все категории вот так вот изображение пересохранить и у вас будет красивая картинка и так после обновления вы видите у меня абсолютно такой же вид единственно они находятся в разном порядке но вид у них одинаков что и здесь есть просто нас полная картина есть поле поиска есть меню какое-то логотип но в принципе у нас здесь то же самое абсолютно один в один